Дорогие друзья, как я вам уже рассказывал, когда мы говорим про самотоформные расстройства, формально это психосоматика, потому что там есть и психические факторы, и соматические проявления. Но самотоформные расстройства отличаются от классических психосоматических заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и гипертоническая болезнь. Отличается тем, что в основе вот этого всего состояния лежит глубокий внутренний конфликт. И этот глубокий внутренний конфликт требует от человека как бы неосознанно найти какой-то способ, на что бы он мог направить своё беспокойство. Ну вот представим себе ситуацию, что у нас клиентка, которая находится в достаточно сложной такой для себя психологической ситуации. Допустим, ей изменил супруг, при этом детям, допустим, двенадцать и восемь лет. Супруг при этом говорит, что он больше не будет никогда, это была ошибка и так далее, он вернулся в семью, всё хорошо. Вроде бы формально всё нормально. Ну как бы есть, конечно, переживания, есть там ещё что-то, пятое-десятое, но при этом возникает ощущение постоянного подозрения, что что-то происходит не так. Он задерживается, надумает, что это измена. Значит, он с кем-то разговаривает по телефону, переписывается и так далее. У неё сразу соответствующие навязчивые мышцы происходят. И много таких переживаний. Я думаю, вполне понятная психологическая ситуация, потому что женщина, которая находилась в ощущении того, что мир стоит на своих двоих, всё нормально, мы как-то живём, понятно, у всех бывают сложности и так далее. Но при этом у неё, значит, вдруг эта надёжность этого мира вдруг была подвергнута вот такому агрессивному воздействию. То есть она начинает понимать, что уверенности какой-то надёжности в происходящем нет. Значит, и вот, но при этом вот что же сделаешь с этим? Вот как из этого выйдешь, да? Разводиться, ну как бы тут дети маленькие, там без отца будут расти, муж вроде раскаялся там и хочет, наоборот, как бы отношения. А у неё нет доверия, и у неё тревога, у неё бесконечное внутреннее беспокойство. И вот это беспокойство, оно неизбежно, значит, во-первых, усиливает само по себе всю нашу вегетативную симптоматику. Значит, оно может приводить к расстройствам сна, ну как обычное тревожное состояние. Расстройство сна приводит к недосыпанию. Недосып приводит к тому, что начинается остыния. На остынии мы становимся более чувствительны к своим физиологическим проявлениям. К проявлениям, там, я не знаю, какая-то боль у человека, который остынизирован, который вымотан тревогой, она ощущается физически значительно сильнее. Да, точно та же чувствительность в отношении внутренних ощущений, которые у нас возникают, там, с деятельностью сердца, с пищеварительным трактом, да, может возникать чувство какой-то непонятной тошноты, какая-то проявляется странная отрыжка, значит, возможно, запор или наоборот вдруг послабление, частые мочеиспускания и так далее. То есть может возникать вот много всяких разных состояний, связанных с остынизацией, связанной с чувством тревоги. Значит, вот такая наша гиперчувствительность, да, остынизированный человек – это оголённый нерв, понимаете, и то, что для другого слонудробина, для такого человека это может быть фактор, который вызывает действительно сильное такое ощущение дискомфорта, который, опять же, возвращаемся к идее о больном зубе, понимаете, если мы на нём концентрируемся, то боль становится больше. Это механизм работы доминанты, нейрофизиологический механизм, вот, если вы на что-то начинаете, как бы, концентрировать на чём-то внимании, субъективное переживание этого ощущения становится сильнее, да, значит, условно говоря, если у вас там что-то болит, и вы вот постоянно про это вот как-то на этом концентрируетесь, то боль усиливается. Происходит какое-то событие, вас отвлекает, вы переключаетесь, вот, на что-то другое забываете. Потом это проходит, значит, там, я не знаю, позвонили в дверь, пришёл человек с этим, как его, с доставкой, вы пока это всё делаете, у вас вроде прошла боль, но вы просто про неё не думаете, да. Потом всё положили, я опять, а-а-а, всё только сильнее, там, и так далее. То есть, это нормальная такая психофизиологическая реакция, когда мы становимся, с одной стороны, более чувствительны к своим физическим состояниям, с другой стороны, эти физические состояния превращаются в своеобразные фантомы. Потому что, если вы долго, ваш мозг думает про какую-то боль, а думает он боль нейронами, да, эти нейроны, с одной стороны, болевой центр, с другой стороны, все нейроны, которые включаются в соответствующий нейронный ансамбль. Вот, и дальше они начинают нудить уже сами по себе, уже, как бы, объективно каких-то серьёзных, как бы, вот, нарушений, которые можно было, там, рассмотреть даже под лупой, нет, да. То есть, там, ну, у нас может болеть к вечеру голова из-за того, что сильно были напряжены, там, мышцы шеи, верхнего плечевого пояса, и, ну, отток затруднялся венозной крови, вот, и немножко может болеть голова. Это нормальное дело. Но потом это рано или поздно, как бы, отходит, да, никаких поводов для беспокойства уже нет. Но если у вас сформировался этот фантом, да, вот это, как бы, сказать, чувство, обусловленное тем, что там изначально был болевой раздражитель, а потом он, собственно говоря, облёкся дополнительными нейронными связями, которые находятся уже выше по структуре, вот, организации нашего мозга, не только вот в инсуле, вот так называемом нашем болевом центре, но и, как бы, включился в более широкие нейронные сети, он начинает функционировать сам собой. Вот. И надо сказать, что, вот, когда у человека возникает паническая атака, такая выраженная, яркая, там, и так далее, ну, мы видим просто фактическое проявление стресса, да, ну, со всеми симпатическими влияниями, вот, и это, ну, невероятная, как бы, такая наглядная картина. А вот что вот делать с этой хронической болью, хроническими страданиями, там, вот этим ощущением какого-то слабости, какой-то вялости, какого-то отсутствия сил, там, и так далее. Вот с этой фантомным состоянием уже остыни, то есть, объективно, смотрим по анализам, но там нет ничего такого, врачи говорят, ну, ничего, не знаю. Вот. И дальше начинают изобретаться разные термины. Я вам должен сказать, что вот для такого состояния, вот этого загадочного, в свое время медицина придумала прекрасный термин, он звучал невероятно художественно, назывался динцефальные расстройства или динцефальные кризы. Вот. Что это такое, никто не знал никогда. Но надо было как-то определить пациентов, которые приходят и жалуются на непонятно что. Ну, то есть, их одним полечили, другим. И для того, чтобы они были удовлетворены, что, значит, врачи понимают, чем имеют дело, они писали динцефальный криз, динцефальные состояния. Значит, что это такое? Ну, энцефал – это вообще голова. Ну, что-то с головой они писали, по-своему. Но звучало очень медицински убедительно. И, соответственно, человек жил с этим чувством, что у него болезнь. На самом деле у него было вот такое самотофорное расстройство, но по неврологическому типу. То есть, может быть, по сердечному, когда паническая атака, а можно по неврологическому. То есть, симптомы боли, слабости, какие-то, значит, вот функциональные нарушения в работе органов и систем. Вот и назвали этим всё динцефальными кризами. Голокружение, значит, всё плывёт перед глазами, значит, ощущение, что можно потерять сознание, что не хватит сил что-то сделать, вот и так далее. Придётся, значит, всё сворачивать, какую-то деятельность и прочее. И вот возникали динцефальные кризы. Но, значит, время не стоит на месте. И дальше у нас происходят всякие разные события, которые вторгаются в нашу жизнь. И ковид был таким событием, который, значит, ворвался в жизнь, перепугав всё человечество. Сразу надо сказать, да, что реакция, значит, на распространение этого вируса была чрезмерной. Да, и это уже все признали. Значит, угроза для жизни и здоровья была не так велика, как она прогнозировала. Но прогнозировано, чтобы вы понимали, миллионные жертвы, значит, на всех континентах. Вот. Значит, ну, ничего подобного, к счастью, не произошло. Да, хотя, конечно, меры, которые предпринимались, они были очень такие субъективно-сугестивные. Да, вообще психотерапия знает, что такое сугестия, да, и как можно человеку что-то внушить. А когда вот это все находятся в этой массовой сугестии, дальше возникает, ну, вот, соответствующая общественная, как бы, проблематизация вот этого феномена. Значит, и, значит, если мы говорим о фактических последствиях, которые могут быть связаны с ковидом, я понимаю, что, значит, там есть куча всяких исследований. Просто люди, которые говорят про исследований, не всегда понимают, что есть такое же количество исследований, а то и большее, прям противоположного знака. Вот. Потому что вы берете в исследовании какую-то группу людей, как-то их обследуете, вот, что-то выявляете и дальше строите гипотезы. Потому что никто под лупой никаких нарушений нервной системы, значит, в рамках ковида не видел. Вот. Нет их. Это, ну, как бы, просто, ну, вот, способ такой. Люди же делают карьеру себе, гранты выбивают, научные работы пишут, там, и так далее. Друг на друга начинают ссылаться. К сожалению, в науке очень много. Как обманулись с риском ковида, что там все умрут, значит, во всем, так сейчас, вот, ровно то же самое с последствиями ковида. Да, значит, любая вирусная инфекция приводит к снижению иммунитета, приводит к временной остынеи. Да, могут быть последствия для большей части дыхательной системы. Не случайно, вот, мы видели целый набор различных осложнений, да, связанных с отёком лёгких и прочими делами, которые были характерны для острой фазы болезни. Вот, но вот все последующие, как бы, процессы, которые происходили с пациентами, мы видим тяжелейшие случаи ковида люди перенесли, никаких последствий. Ну, как так может быть? А у других, значит, вдруг, спустя какое-то время, как будто бы последствия ковида. Знаете, после не значит вследствие, это важный, очень, как бы сказать, медицинский и вообще формально-логический закон, да. Ну вот, но когда нам нужно что-то типа слова динцефальный криз, который человеку всё объяснит, поставит всё на свои места, значит, мы благополучно скажем, ну, конечно, вы плохо себя чувствуете, у вас последствия ковида. И человек, значит, с последствиями ковида, и сколько было случаев уже сейчас в практике, что он параллельно жалуется на депрессию, ему назначают антидепрессанты, вот, и вдруг последствия ковида как-то рассасываются. Ну, это, конечно, антидепрессанты обладают нейропластичным эффектом, но так, чтобы лечить последствия ковида, это, как говорят, новость. Ну, потому что это не последствия ковида, скорее всего, вот этот фантом, про который я вам рассказываю, нейрофизиологический, который возникает из-за чувства страха, потому что страх был, витальная угроза, и она была в массовом, как все в масках, значит, это кто-то кого-то плюнет, там что-то случится, все помрут, вот, и так далее, значит, люди в реанимациях, там, лечения, вот это все какие-то, госпитализации и прочее. Все это, конечно, производило очень сильный эффект. Вот. И у человека, который, в принципе, находится в ситуации стресса, а не понимать, что мы находимся сейчас в ситуации тотального стресса, да, потому что все меняется, состояние современной жизни такое, что мы не понимаем, на кого полагаться, уровень доверия в обществе падает, чувство неопределенности нарастает, там, профессиональные, там, финансовые проблемы возникают, личные проблемы возникают, развитие, ну, как бы сказать, каких-то предпринимательской деятельности сложно, и любая работа сейчас сопряжена с рисками и тревогами. Почувствовать на этом фоне, значит, дискомфорт нормально, нормально. Значит, то, что этот дискомфорт может превратиться в, как бы, усилиться за счет того, что мы на нем концентрируемся, тоже нормальная естественная физиологическая реакция. Но когда мы начинаем все объяснять последствиями ковида, вот, ну, с равным успехом можно все, что угодно. Потепление климата объяснить последствиями ковида. Значит, был же ковид, а у нас тут потепление, ураганы, вот, штормы, там, и так далее. Ну, же ковид же перед этим ходил. Вот, но причинно-следственной связи здесь нет. Ровно как и с поражением, значит, есть очень узкий круг возможных осложнений неврологических при ковиде, как и при другой любой вирусной инфекции. И я сам следствие такого осложнения. Вот, у меня был, встречается раз на миллион случаев, значит, поражение миелина при, но это аутоиммунный процесс. Я сейчас не буду объяснять все подробности, но там просто эти последствия не перепутаешь. Поэтому неврологические последствия после ковида возможны. Но этот пациент уже находится у невропатолога, и он вам никогда его не отдаст, потому что он занимается лечением действительной болезни. У меня был периферический паралич, вызванный точно такой же вирусной инфекцией, как ковид. Понимаете? И много случаев, ну, относительно много случаев было, значит, при массовой эпидемии ковида. Но все эти пациенты уже выраздоровели. Они уже встали на ноги, вот, они уже там ведут нормальную деятельность. И это было непосредственно связано с ковидом. Был ковид, и были последствия. Большинство же людей сейчас находят последствия ковида спустя уже, как бы сказать, неприличное время, когда там никакого ковида уже быть не может. Но для человека это может стать внутренним объяснением. Потому что, когда вы находитесь в тревоге, лучше иметь какое-то объяснение, чем не иметь его. И когда вы все объяснили, ну да, мне плохо, потому что это последствия ковида, вы успокаиваетесь. И наша проблема, как специалистов, к которым обращаются такие пациенты, в связи с чувством тревоги, беспокойства, непонимания, как делать, потому что их направили к нам врачи общей практики и так далее. Наша задача – понимать, что произошло с человеком. Это ложная интерпретация его чувства тревоги. И вот если мы не научимся правильно говорить с пациентом, разъяснять ему, как бы, все обстоятельства делал, если мы не научимся бороться с его тревогой, мы никогда ему не сможем помочь. И никто ему не сможет помочь. А кто должен помогать человеку, если у него такое патологическое, невротическое чувство тревоги? Врач общей практики, психиатр. Кто? Нет. Ему помогать должен психотерапевт или психолог, который понимает, как работать именно с тревогой. И вот наша задача – именно иметь в своем арсенале навыков, технологий, которые позволяют последовательно минимизировать проявление тревожных расстройств. А тем их просто, как бы, их устранять. И такая технология есть. Это работающая система. Я по ней создавал на отделении психотерапии, неврозов, клиники психиатрии в медицинской академии в 90-х годах. И с тех пор огромное количество специалистов прекрасно с ней работает, спасая людям действительно жизнь, потому что они физически здоровы, а живут как инвалиды. И вот, представляете, вы можете человека избавить от фактической инвалидности, потому что он ограничен в своей деятельности из-за невротического симптома, который получил это ложное толкование как последствия, долгосрочные последствия, значит, ковидной инфекции. Ну, это просто огромная, на нас лежит в этом смысле ответственность, как на специалистах. И это делает специалиста по-настоящему человеком, который производит действительный, осязаемый, видимый эффект, когда вы возвращаете человека с подобным состоянием обратно в жизнь, в способность переживать радость, видеть оптимистичное будущее и так далее. Вот почему так важна сейчас тема вообще психосоматики, тема панических расстройств, тревожных расстройств и вот фобий, которые активным образом возникают поверх вот этого всего, когда человек боится какую-то деятельность осуществлять, ездить в общественном транспорте, значит, пользоваться там какими-то, я не знаю, ну, осуществлять какие-то практики, которые, как ему кажется, могут навредить его здоровью. Ну, вы понимаете, что это достаточно широкий кокс самых разных примеров, вот, и мы можем людей от этого избавлять. Но здесь очень важно понимать суть того, что происходит, именно поэтому мы с вами всё это так подробно рассматриваем в рамках нашего мастер-класса. Дорогие коллеги, уверен, что по своему опыту, если вы уже практикующие специалисты, а если даже вы до сих пор как бы в психологии только приглядываетесь, как возможны для вас профессиональные деятельности, я думаю, что среди наших участников много и таких, вы знаете, что есть какие-то способы сделать своё состояние получше. Ну, в самом примитивном варианте, ну, что ты переживаешь, давай отвлекись, развлекись и так далее. Это в бытовом смысле. В чуть более практическом все психологи и психотерапевты слышали о существовании техник здесь и сейчас, переключение во внешнее, осознанность, значит, расслабление, медитация и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вообще, что это такое? Ну, вот, способы улучшения своего эмоционального состояния. Ну, очевидно, что какие-то способы есть. Можно что-то поделать, и тебе станет легче. Ну, даже вот когнитивно-поведенческую психотерапию. Возьмите, значит, у нас много иррациональных установок. Да, значит, если мы с этими иррациональными установками их меняем, да, то есть, иррациональная установка, что, я думаю, всё плохо, да, это такая абсолютизация, значит, ситуации, то есть, всё плохо не может быть. Ну, что-то, да хорошо, ну вот, просто мы на это внимания не обращаем. Вот, но мы можем так вот абсолютизировать, переводить, как бы, сказать, вот это всё в абсолютные формы, да, всё плохо, моя жизнь никогда не будет лучше, никто меня не любит, никто, значит, как говорил мой ребёнок, никто не купит, маленькая у меня ирлесёнка, вот, вот это никто. Значит, да, ну, я иронизирую, но важно понимать, что если мы поменяем такую установку, да, и просто скажем, ну, сейчас нас сильно не любят, вот, но в целом, вот, есть люди, которые там неплохо относятся, это уже человеку даёт некоторое облегчение, вот, то есть, есть разные способы, да, вот, начиная от медитации, заканчивая работой с мыслями, есть ряд всяких разных гуманистических техник, которые из гуманистической психотерапии, значит, приходят, то есть, мы понимаем, что есть какие-то инструменты, которые позволяют изменять эмоциональное состояние человека. Вот это пункт первый, который я хочу, чтобы мы обозначили. Пункт второй. Значит, наши эмоциональные состояния негативные, они не возникают на ровном месте, они как-то формируются. То есть, если мы возьмём вообще структуру эмоций, то мы увидим, что каждая эмоциональная реакция состоит из целого набора различных составляющих, да, то есть, это не просто эмоция, да, эмоция состоит из, значит, определённого психологического вот этого компонента, как мы её оцениваем, да, но мы знаем, что люди могут испытывать эмоции и не осознавать их, да. Зачем бы учить людей эмоциональному интеллекту, если они все свои, если эмоции только есть их переживать. Как они, значит, не переживают ничего, если они не чувствуют, так? Но мы же понимаем, что человек может что-то испытывать, но не осознавать этого в полной мере. То есть, он может даже как-то вести себя неадекватно, но при этом не осознавать, что, ну, как бы, не кричи на меня, кто-то говорит. Так я не кричу, я нормально разговариваю. Ну, что такое? Вот. Значит, соответственно, наша задача, она, как бы, понять, из чего эмоция строится, из каких элементов. То, что повышение тона голоса – это мышечный эффект. Он достигается за счёт экскурсии грудной клетки, за счёт характерного движения мышц гортани и так далее. Не просто так люди кричат. Они же крик-то просто так вы не произведёте. Его механически надо создать. Значит, это мышечный компонент. И мышечный компонент тревоги, беспокойства, страха, радости. Есть мышечный компонент радости. Если вы поддержите, будете со мной общаться и поставите сейчас карандаш себе между зубов, вот туда это, и будете со мной разговаривать, я вам покажу значительно веселее. А если вы в губы его вложите, вот так пробанул, у вас висел, вот, вы будете грустно смотреть на то, что там рассказывает доктор Курпат. Вот. В общем, короче говоря, есть мышечный компонент, есть вегативные компоненты, есть разные составляющие психологические, того, как ведёт себя наше внимание в процессе эмоций. Понятно, что, как говорят, у страха глаза велики. Это что значит? Это значит, внимание направлено на объект страха. То есть, нету страха, в глазах станут нормальные. Видим много чего. А это из мухи слона. Это при тревоге человеку, абсолютизация как раз. Это что, за счёт чего происходит? Тоже за счёт фиксации внимания на объекте. Муху поставить в глаз, вот так вот смотреть на неё. Действительно крупное животное. И так далее. Вот. Поэтому, значит, есть разное поведение внимания, поведение, значит, вот наших привычных стереотипов реагирования. То, что на что мы стереотипно реагируем негативно. То есть, есть уже соответствующий условный рефлекс чего-то бояться. И так далее. В общем, короче говоря, наша эмоция с вами состоит из большого количества компонентов. И если мы хотим какую-то негативную эмоцию, значит, чтобы она больше у человека не возникала, ну, то есть, она возникать-то будет, но чтобы она не носила патологический характер, человек должен не просто себя успокаивать. Не тревожься, всё хорошо, там и так далее. Ну, как бы чуть-чуть подействует, да? А может вызвать обратный эффект. Ну, что ты? По потолку, по потолку, по потолку. Вот. Значит, нам нужно знать все, как бы, компоненты, из которых строится это негативное психологическое состояние, и уметь на каждый компонент вот этого своего негативного эмоционального состояния оказывать воздействие. И вот дальше происходит чудо. Потому что обычно мы живём с чувством, что эмоциональные переживания, которые мы испытываем, значит, они как бы находятся вне нашей власти. И это правда. Но вот напрямую действовать на эмоции сознанием невозможно. В практичном случае все люди были бы бесстрашными, героическими, и так далее, и вообще им это не составляло никакого труда. Но, как выясняется, мы можем действовать на отдельные компоненты эмоций. И когда вдруг человек понимает, что воздействуя на разные компоненты эмоций, он её как бы разбирает, лишает её целостности, то это состояние, как бы сказать, разваливается. То есть, если обычно мы думаем, как говорят люди, значит, пришла тревога, пришло чувство беспокойства. Пришло, оно ходило по улице. Ну, что это оно вдруг пришло? Откуда оно пришло? Это психика его делала. Из разных элементов складывала эти кубики и создавала эмоциональное состояние определённое. Ну, или у меня снова, значит, какая-то хандра. Или у меня испорчено настроение. Как оно? Кто пришёл, что-то пришёл, поломало настроение, было хорошее, кто-то пришёл, значит, раскурочил. Нет, оно создавалось психикой. Но, как выясняется, если вы знаете, из чего состоит этот психический процесс, вы можете каждый из этих составляющих убрать, как понимаете, кубик из структуры, и он обрушится, обрушится негативное состояние, и человек получит свободу. И он вдруг, понимаете, начинает ощущать, что он может управлять своим эмоциональным состоянием, он может работать со своими конкретными психологическими переживаниями. Ну, а для этого он должен иметь знания. И вот что очень важно для практикующего психолога, психотерапевта, важно уметь. Значит, вот человек уже приходит вам и говорит, значит, у меня, приходит ко мне тревога, и тут на меня наваливается, и тут я ощущаю, там, и так далее. То есть он приходит к вам как жертва, жертва каких-то воздействий, которые заставляют его страдать. А наша задача – так ему всё рассказать и объяснить, чтобы он стал не жертвой вот этого всего, а увидел, что это состояние негативное, тревога, чувство паники, чувство сниженного настроения, повышенной раздражительности и так далее, создаётся его психика из определённых составляющих, каждый из которых на самом деле является его, ну, он может контролировать. Нельзя контролировать то, что уже после того, как у вас из разных вот этих составляющих, неправильно работающего внимания, значит, негативных прогнозов когнитивных, да, мышечных соответствующих спазмов, которые возникают у человека, переживающихся именные состояния. Когда уже вся эта каша заварилась и сварилась, да, вы уже ничего не можете поделать. Всё, что называется, переживай приступ. Но если ты знаешь все механизмы и можешь, значит, понимая их механизмы работы, понимая, как, значит, их донести до нашего клиента, понимая, что он чувствует и как это всё, как это складывание происходит в негативных эмоциональных состояниях, мы получаем возможность управлять своим поведением. В системной поведенческой психотерапии этот концепт называется поведение в отношении собственного поведения. Те действия, которые мы совершаем, чтобы работать со своим эмоциональным состоянием, со своими психологическими перерываниями, со своими навязчивыми мыслями там и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже тема отдельного разговора, но мне хотелось сейчас вам показать, как важно, чтобы психолог, психотерапевт мог на себе прочувствовать, как возникают наши эмоции и как можно разъять этот комплекс различных факторов, создающих, порождающих эмоцию, с тем, чтобы избавиться от вот этого ощущения того, что мы ничего не можем сделать в своём эмоциональном состоянии. Можем. Это решаемый вопрос. И да, в быту мы даже это знаем. Говорим, солнышко наступило, настроение получится. А что солнышко наступило? Есть куда смотреть? Потому что когда больше света, больше видно. В угле вы выходите, ничего не видите. Внимание, вместо того, чтобы распространиться, оно у вас здесь на носу. А что у вас там на носу, кроме переживаний всяких разных нехороших событий в жизни? А так раз, вот птички запили. Что это? Это внимание просто. Изменили один фактор, воздействовали на него. Понимаете? И настроение улучшилось. Поэтому на самом деле очень важно понимать вот это, то, что я называю клиентским путём. То есть вот что проходит человек с точки зрения обретения власти, управления своим собственным самим состоянием. Но неволевое, когда, значит, волей держись, крепись, переустой, и что ты тряпка расслабился, ну, не льви, не льви. Ну, это так, ну, не лучшее, не психотерапевтично. Задача в том, чтобы человек увидел, с чего всё это у него делается, и вы поняли это. Я каждую технику, которую я в своё время осваивал, а я, что называется, просмотрел калейдоскоп из всех возможных техник. Мы создавали с отцом первое отделение интегративной психотерапии. Каждый метод мы исследовали, смотрели на него там и так далее. И только это даёт нам понимание того, как, на самом деле, правильно рассказывать, объяснять, вовлекать, давать вот это нужное ощущение нашему клиенту, чтобы он действительно становился, так сказать, над своим переживанием и мог его модифицировать, трансформировать, и, если оно негативно, от него избавляться. Вот что такое клиентский путь.